привет народ в общем сегодня поговорим о налобном фонаре от компании феникс а конкретно моделечка у нас называется hl 23 вот такой вот компактный налобничек в общем в комплекте у нас идет сам налобный фонарь элемент питания батарейка щелочная ну и собственно ремкомплект идут резиночки здесь запасные две штучки в общем народ фонарь вот такой вот фон фактор имеет кнопка кнопка включения кнопка электронная скажем тогда не механическая в общем фонарь достаточно таки легкий этим сейчас здесь куда куда пропали мои весы где-то были другие ну давайте эти в общем без элемента питания так секундочку вот так мы сейчас сделаем включаем без элемента питания фонарь очень легкий 72 и шесть десятых грамма с резинкой без резинки навряд ли кто-то будет использовать но давайте на всякий случай на всякий случай проверю пятьдесят шесть с половиной грамм с резинкой в общем в общем достаточно таки легкий фонарь все помните да познается в сравнении с основным моим фонарем это феникс шл-25 но он не тонну намного тяжелее скажем так 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 резиночка резиночка сейчас мы на место поставим в общем давайте сразу скажу что это не обзор фонаря я не обзорщик в данном видео будет мое субъективное мнение о данном фонаре ну знаете да кто такие обзорщики человек достает из коробки фонарей рассказывает плюсы минусы какие он видит может быть в общем по большей части это человек просто который делает обзор рассказывает о ттх о его характеристиках ну и собственно вот на этом обзор заканчивается что человек говорит все что есть в таблице да и так далее и тому подобное я же больше пользователь нежели обзорщики я просто пользуюсь фонарями я просто человек у которого было много фонарей у него есть чем сравнить собственно давайте пробежимся вкратце скажем так по ттх чтобы вы понимали что что собственно перед вами находится налобный фонарь и так в комплекте я говорил что идет элемент питания дальше дальность луча 55 метров вес 52 грамма написано ну на сайте три режима всего лишь три режима здесь у нас 150 люмен максимальный режим час двадцать заявляет производитель потом 50 люмен второй режим 5 часов 40 минут проработает от одного элемента питания то есть от одной батарейки и 3 люмена 100 часов должен проработать фонарь в этом режиме в принципе забегая немножко наперед скажу что даже больше то есть вот здесь у нас заявлено в максимальном режиме сколько сейчас 20 минут у меня в максимальном режиме фонарь без падения яркости проработал больше 1 час 30 на некоторых элементах питания скажем так и того чуть чуть побольше немного но чуть чуть дольше в общем три режима никаких скрытых режимов там стробоскоп там маячок там и там и так далее и тому подобное рефлектор у нас народ апельсиновая корка просветленная стеклышко и соответственно диод диод у нас здесь идет крем сейчас секундочку секундочку я даже видите упаковку где-то от него посеял почему потому что фонарем пользуюсь уже на месяца три поэтому все уже потерялась в таком состоянии то есть мы вполне себе рабочее состояние видите да то есть фонарь в поюзе каждый день чтобы вы понимали то есть у меня не лежат фонарики кри xp g2 r5 вот так вот в принципе жизнедеятельность диода до пятидесяти тысяч часов ну и соответственно постарались не выжать с него максимум с этого диода в принципе что я про него буду рассказывать давайте сейчас вкратце вам расскажу что мы сейчас делаем что я уже сделал в принципе мы берем несколько элементов питания в частности вот у нас здесь три штучки это аккумулятор новый ему где-то около месяц ну может быть полтора дюрасел 2500 миллиампер час емкость вот видите да сверху 2500 миллиампер час емкость данного аккумулятора и берем две батарейки батарейка одна из самых дешевых которые можно найти на кассе в супермаркете и одна из самых дорогих ну самая дорогая батарейка которую можно найти в любом там магазине в любом супермаркете я не знаю в каком городе вы живете какие у вас там супермаркеты есть то ли это б то ли сельпо то ли там пятерочка и так далее и тому подобное в общем на кассе возле кассы самую дешевую я взял батарейку и самую дорогую сейчас мы ставим самую дешевую батарейку включаем фонарь и оставляем камеру сверху камера будет писать это все потом самую дорогую потом аккумулятор и потом это все сравним то есть я поставлю разделю экран на три части и мы сравним как работает фонарь на том или другом элементе питания в принципе поехали эксперимент номер один hl23 фонарик обычная самые дешевые батарейки солевые на кассе в супермаркете берем батареечку вставляем и и посмотрим насколько я хватит то есть вот в таком варианте зашел на кассу купил самую дешевую батарейку включил максимальном режиме и она работает так давайте убедимся что это максимальный режим видите да три режима выбираем максимальный вот так вот я поставлю давайте даже по диагонали вот так поставлю чтобы было видно вот так сейчас я свет выключу будет лучше видно собственно еще раз давайте вот максимальный режим выберем раз два три все режим максимальное время пошло а а Продолжение следует... 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 Поставим самую дорогую щелочную батарейку... Поставим щелочную батарейку... И посмотрим на результат... Ну что народ... Запись пошла... День следующий... В общем... Фонарь работает на той же батарейке... Высаженной... Мне просто стало интересно... Если мы сейчас померяем вольтаж... Что у нас здесь покажет... Давайте в принципе... Возьмем свежую батарейку... Вот так вот... И... Уже... Просевшую... Ну и собственно сравним показания... Что у нас выдаст... Ну и метр... Так... 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 Вот так вот... Вам видно... Вольтаж... Сюда иди... Батареечка... Это у нас... Просевшая... Да? 1,32 Вольта... Новая батареечка у нас... 1,66 Вольт... Ну в принципе... Насколько я понимаю... Эта батареечка еще... Еще бы часик... Да? Поработала... Может быть даже чуть-чуть больше... Понятно что уже не в максимальном... Фонарь... На максимальной мощности не потянет... В максимальном режиме я имею ввиду... В общем... Так... Это новая... Это... БУшная... Ну и давайте сейчас... Что мы посмотрим... Посмотрим на сколько... Хватит фонаря... При... Скажем так... Дорогой батарейке... Дорогая батареечка у нас сейчас... То есть это... Скажем так... Самая дорогая батарейка... Ну и подразумевается... Качество... Соответственно... Под... Ценой... Слушайте... Ну... Запаковали... Так что... Не распакуешь... Батарейки порезать неохота... Давайте вот с этой стороны я отрежу... Вот так вот... В общем... Ну... GP там... Супер-пупер... Алкалайновые... Ультра какие-то там... В общем... Ну... Самые-самые-самые... Мощные батарейки... Которые можно купить... У нас... В магазине... На кассе... Так... Ну и давайте посмотрим... Что у нас выдаст батарейка на старте... 1,6 Вольта ровно... Как по мне... Так и должно быть... Да? Здесь у нас... Несколько завышенные показания... Даже 1,66 Вольта... В общем... Хорошо... Давайте поставим... Качественную... Более качественную... Батарейку... Собственно... Данная батарейка... Срок годности имеет... До... 2000... Сейчас... Секундочку... Здесь у нас написано... До... 2024 года... Народ... Чтобы вы понимали... Сегодня у нас на дворе... Январь... 2019... То есть... Как бы... Ну... На упаковке написано... Что 7 лет... Как бы... Гарантированно... Батарейка будет... Скажем так... Боевом... Своем состоянии... В общем что... Делаем то же самое... Включаем батарейку... Вернее... Включаем батарейку... Включаем фонарик... На максимальном режиме освещения... И оставляю я это все... Ну... Собственно... Наверное... Уже до утра... Перед тем... Как я включил... Камеру на запись... Здесь у меня... Показывало... Свободное место на карте... На 5 часов... 23 минуты... Собственно... Я надеюсь... Этого времени нам хватит... Давайте... Опять же... Сейчас выключим свет... Выключим свет... И... Этот свет тоже выключим... И... Соответственно... Раз... Два... Три... Вот... Максимальный наш режим... Вот так вот... Точно так же... Я в уголочке поставлю... Фонарь давайте... И вот так вот... Я его давайте... Направлю... В ту сторону... В принципе... Процедура ничем не отличается... Ждем пока... Батарейка... Кончится... Собственно... Ну... А я пошел... Я пошел... Наверное... Спать... Собственно... Давайте... У меня на сегодня все... У меня на сегодня все... Сегодня, мы вас рады... У Дойная машина... Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ну здесь видите да высадили мы батарейку посерьезнее здесь уже короче получается ну 0,8 вольта а здесь у нас 1,36 но не будем забывать что эта батареечка у нас простояла ночь и возможно немножко восстановилась я думаю что если завтра вот эту батареечку померить опять мультиметром то здесь будет вольтаж немножко повыше мне так кажется почему-то ну давайте подождем даже пару минут и еще раз померяем показания высадили мы конечно ее хорошенько уже и вот давайте мы видите да мы подождали буквально минуту там и уже батареечка у нас восстановилась на 1 и 21 вольт а было 0,8 я думаю еще пару минут постоит видите 22 ну буквально на глазах вот она восстанавливается то есть я думаю что если мы сейчас даже включим опять поставим фонарики включен фонарик то фонарик у нас заработает намного веселее давайте проверим эту мою теорию да видите фонарь снова в деле и снова светит ну вообще как бы неплохо даже светит при нем нам даже свете это явно видно так что народ а такие пироги на 14 часов в принципе есть здесь прерывной 14 с половиной часов беспрерывной работы хватает фонаря ну я не знаю таких случаев что вот прям на 14 часов нужен был непрерывно рабочий фонарь но потому что уже на улице у нас светло поэтому наградливым когда-нибудь пригодится такое в жизни ну и давайте что сделаем мы сейчас возьмем новый аккумулятор дюра сам это не батарейка это аккумулятор 2500 миллиампер час здесь написано он полностью заряженный давайте мы проверим ну аккумулятор у нас не выдаст 1 из 6 вольта явно 138 вольта выдает аккумулятор ну и давайте проведем с ним тот же эксперимент но уже народ при дневном свете мы это сделаем почему потому что ну я буду месяц это снимать данное видео если каждый раз буду дожидаться вечера чтобы чтобы проверить собственно насколько же хватит фонаря я думаю что все равно будет вам видно как угасает быстро или медленно угасает скажем так сила света падает у фонаря давайте включим опять секундомер максимальный режим так 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 вот максимальный режим включаем секундомер ну и собственно вот так вот да где то вот вот так вот все оставляю вас с фонариком опять на и не но я пошел заниматься своими делами я надеюсь что батарейки хватит тоже тут около пяти с половиной часов не писала что на карте памяти все другую карточку поставил собственно будем надеяться что ну за пять часов она выдаст какой-то результат то есть возможно я так думаю что возможно батарейки не хватит на такой длительный период почему потому что здесь помню да в аккумуляторах стоит защита от низкого разряда поэтому я думаю что ну где-то около одного вольта может быть там чуть чуть меньше там 098 сработает защита и фонарь выключится с батарейкой видите этого не происходит батарейка высаживается полностью ну и что я хочу сейчас делать вот эта батарейка чтобы постояла часика в 5-6 и мы проверим ее еще раз вольтметром какие показания нам не выдаст мне кажется что выдаст она ну даже вольтаж получше чем вот эта соляная батарейка она даже визуально она даже визуально видно не видно толще ну и чуть чуть длиннее чем соляная батарейка то есть вот это вот щелочная батареечка она побольше явно прямо ту руку берешь и больше возьмем штангенциркульт возьмем штангенциркульт и я попытаюсь это показать наглядно более наглядно так 1355 я надеюсь видно до 1355 и 1404 вот так то есть но это даже видно скажем так без каких-то специальных приборов невооруженным взглядом что одна батарейка толще а вторая потоньше будет соответственно и емкость тоже видите разница союля в общем народ как-то так оставляя фонарь в рабочем состоянии ну а сам а сам я поехал давайте секундочку мы сейчас еще что подключим пульта зарядку и камеру потому как забыл это сделать подключаем на зарядку пультик дабы унесел и подключаем и подключаем камеру все теперь все замечательно теперь все у нас работает все давайте все Продолжение следует... Продолжение следует... Два часа пять минут прошло. Гораздо быстрее, чем... Смотрите, как зажигается. Раз. Чем это с батарейкой произошло. То есть аккумулятор сел гораздо быстрее. Делаем выводы, что для данного фонарика оптимальным есть элемент питания батарейка. Более предпочтительным он будет, нежели аккумулятор. Ну, остальные выводы дальше после теста. Ну, давайте, в общем, посвятим на аирку. Вот он аирка наша. Я надеюсь, его видно. Аирчик, иди сюда. В общем, фонарь HL23. И сейчас что мы делаем? Одеваем его на свое место. И вот таким образом я могу, в принципе, передвигаться. 150 люмен, максимальный режим. Скажу честно, этого режима вполне себе хватает даже для езды на велосипеде. Но вы помните, да, что вы ограничены в максимальном режиме. Полтора часа батарейка у вас проработает без проблем, без падения яркости. Ну, а дальше будет вот так вот. То есть очень быстро фонарь сядет. То есть если у вас есть батарейка, аирка. Если у вас есть новая батарейка, и вы понимаете, что вам нужно минут 40 куда-то ехать, то без проблем абсолютно. Максимальный режим 150 люмен. Давайте сравним его сейчас просто вот по, скажем так, цветовой температуре. Видите, да? С HL, как он там у нас? 55. Ну, видно, я надеюсь, что данный свет намного теплее. То есть вот HL55, он более желтый. HL23, он более холодный. Мне лично нравится более холодный свет. Вот так вот. Ну, если честно, более холодный свет, вот этот вот HL23, фонарь мне нравится больше. Хотя, если честно, ну, какого-то дискомфорта при использовании фонаря HL55 я тоже не испытывал. Хотя картинка более такая, знаете, ну, она не теплая, она просто более розовая. Вот честно. Хотя, ну, все мои знакомые, как один, говорят, что картинка более естественная, что здесь свет слишком холодный. Вот так вот. Мне лично больше нравится холодный свет. В принципе, максимальный режим у нас 150 люмен. Дальше режим в 3 люмена. И дальше режим 50 люмена. Ну, и, собственно, опять режим 150 люмена. Вот так вот это выглядит, народ. В принципе, режима в 3 люмена вполне себе хватает. Ну, видите, мы сейчас не в полной темноте находимся. Вокруг нас есть достаточное количество света. Поэтому этот режим в 3 люмена, ну, он, как бы, знаете, не сильно, не сильно вроде помогает. А вот когда ты находишься в полной темноте, то даже вот этого режима в 3 люмена за глаза хватает для того, чтобы просто передвигаться, чтобы не вступить, я не знаю, там, в какую-то лужу, в болото и так далее, и так далее. Вот просто передвигаться уже нормально с этим светом. Особенно, когда фонарь на голове. И ты просто вот куда голову поворачиваешь, туда он тебе и светит. Регулировать его очень неудобно. Вот поставил себе под ноги и идешь, в принципе, я же говорю, в полной темноте света более чем достаточно, даже в минимальном режиме. Напомню, 100 часов в этом режиме фонарь проработает. Дальше. Ну, давайте так скажем, 6 часов в режиме 50 люмен. На велосипеде, конечно, в принципе, тоже в полной темноте можно ездить с данным светом. Но, я скажу вам, он не слишком далеко светит. То есть, метров, ну, метров 20-25 он светит. А вот уже режим 150 люмен добавляет немножко дальности, больше, конечно, света и дальности добавляет. То есть, светит дальше. И, в принципе, свободно можно на велике нормально так себе ехать. То есть, без проблем абсолютно. Особенно, если вы находитесь, я же говорю, что в полной темноте нет бокового освещения, нет стороннего света. Вот у меня там раз, два, три, четыре, пять десяток фонарей светит с той стороны. Поэтому, как бы, понимаете, встречный свет. Ну, а так, в принципе, фонарем пользоваться можно и фонарем пользоваться нужно. Очень удобный, легкий фонарь, при том, при всем, что когда ты едешь на велосипеде с данным фонарем, данный фонарь не трясется. То есть, он достаточно-таки легкий, потому что с HL-55 проблема существует в том плане, что он достаточно-таки тяжелый фонарь. И он сползает со лба, скажем так, на переносицу. И это есть проблема в данном фонаре. Он тяжелый. То есть, здесь, вот видите, да, есть крепление, есть отверстие. Вот под еще одно крепление, так называемые стринги. Здесь его нет. Ну, фонарь легкий, поэтому здесь и не нужно оно. В общем, как-то так, народ. Пойдемте в мастерскую. Ну, и теперь, народ, давайте сделаем еще более наглядное сравнение. Вот как работал фонарь на трех разных элементах питания. Еще более в ускоренном варианте. Я вам сейчас вот разделю экранчик на три части. И, собственно, то, о чем я говорил в самом начале. Более визуально вы сможете посмотреть вот работу фонаря на том или ином элементе питания. Примерно так это выглядит. Ну, и, собственно, народ, что хотелось бы сказать, подводя итоги под всем тем, что вы только что увидели. В принципе, данный фонарь является всеядным. Ну, и неплохо себя чувствует, питаясь никель-металл-гидридными аккумуляторами, если у вас таковое есть. Вам не придется, скажем так, покупать батарейки, ну и тратиться хоть как-нибудь. То есть, если у вас есть зарядные, есть аккумуляторы, то, в принципе, вы полностью автономны. Но, если мы вспомним комплектацию фонаря заводскую, то производитель нам туда положил не аккумулятор, а именно щелочную батарейку. Собственно, по большей части на данный элемент питания и рассчитан данный фонарь. Именно на щелочную батарейку. Батарейки, как помните, бывают дешевые и бывают подороже. На дешевых батарейках фонарик проработает немножко поменьше. На хороших дорогих батарейках фонарь проработает, как вы поняли, уже достаточно-таки продолжительное время. На максимальном режиме фонарь проработал час тридцать пять, чуть-чуть туда дальше. Если помните, да, и потом, скажем так, уже упала яркость его. Но и, тем не менее, фонарь вот на данной батарейке проработал в общей сложности 14,5 часов. Давайте, кстати, сейчас возьмем мультиметр и проверим наши элементы питания. Так, давайте сначала дешевую батарейку. Дешевая батарейка у нас 1,36 вольта. Восстанавливаются потихоньку, видите. Батареечки. Дорогая батареечка 1,3 вольта ровно. Ну и аккумулятор. Я его не заряжал после, скажем так, эксперимента. 1,11 вольта. Ну и смотрите, если мы сейчас вставим любой из элементов питания, фонарь, то фонарь, в принципе, будет еще некоторое время нормально таки работать. Здесь у меня просто стоит никель-металлогидридный аккумулятор 2600 мАч. Давайте вот дешевую батареечку вставим, попробуем, будет ли на ней работать. Я думаю, что да. И проработает, скажем так, еще не один час. Ну, скажем так, в не сильно ярком режиме, видите, да? Вот так вот. То есть достаточно. Где-то здесь, я думаю, что люмен около так 20 где-то выдает вот сейчас. Может даже чуть-чуть побольше. Может даже, может даже 50. Я думаю, что второй режим он выдает на всю катушку сейчас. Не знаю, как долго он сможет выдавать вот такую яркость, но тем не менее, видите, да? Фонарь работает в данном режиме. И, в принципе, если мы сейчас выключим свет, то вы увидите, что вот так вот, да? Давайте и этот свет выключим. Вот так вот. То есть, в принципе, с данным фонарем можно, я не знаю, там ходить по лесу. Либо там где-то на рыбалке сидеть. Без проблем одевать червяка на крючок и так далее и тому подобное. Ну, а вот с этой батарейкой фонарь, помните, прожил 14 с половиной часов. Понятно, что яркость уже там такая была около 3-5 люмен. Я думаю, чуть-чуть больше, чем 3 люмена. То есть, от нижнего порога фонарь светил ярче. Но 14 с половиной часов. И мне просто сейчас интересен сам факт. Вот давайте взвесим. Взвесим, собственно, дешевую и более дорогую батарейку. Помните, да? Здесь у нас солевая батарейка. Здесь у нас щелочная батарейка. Ну, и даже вот берешь в руки их и чувствуется, что разница в весе присутствует. Насколько она велика, сейчас нам подскажут все. В общем, народ, включаем. Дешевая батарейка. Весит у нас 14,7 грамма. Более дорогая батарейка. Весит у нас 23,3 грамма. Чувствуете разницу? 14 и 23, почти в два раза. Ну, и аккумулятор 30 грамм весит. Самый тяжелый. Но, тем не менее, видите, вес не показатель. Аккумулятора хватило где-то на час 35-40. И потом он резко прям. То есть, если батарейки потихоньку, так знаете, вот сбросили где-то так, я не знаю, ну, на вскидку где-то люмин на 10-15, вот так вот сбросили яркость. И вот в таком режиме они еще горели, 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 горели. Вернее, работал, работал и работал. Фонарь. Но, тем не менее, с аккумулятором ситуация другая. То есть, аккумулятор выдал полтора часа нормальной работы. Потом резко жух-пожух и прям вот, ну, буквально там сразу потух. То есть, в минимальном режиме. Даже там не три люмина, там где-то, я не знаю, люмина полтора он выдавал в конце. То есть, еле-еле-еле. Но, тем не менее, защита не сработала. У Duracell, возможно, ее даже нет. Я данные элементы питания не проверял. Собственно, вот такое вот. Моя имхо по данному фонарю. Ну, честно скажу, что вот в моем случае данный фонарь, ну, для чего можно использовать? Вот, я последний раз пробивал колесо ночью. В 2013 году. Вот так вот. Но, тем не менее, у меня с собой в кармане, в боковой водительской двери, всегда лежит фонарь. Наломный фонарь. И я вам скажу, вот, я пробил последний раз в 2013 году, но я помню этот случай. Я даже сейчас кусочек этого видео поставлю вам, давайте. Короче, вот такая дырка одна у нас. Вот такая дырка вторая. Ну, и нашли мы, с чего это началось. Вот она, вот она, вот она. Вот мы выхватили вот такую шляпу какую-то. Что же это такое? А сейчас мы ее вытащим. Есть. На, ну, подержи. Я наехал. Да, вот он, зум. Лезерман Скирпиэш 4. Ага. Стоять. Короче, вот такая вот история. В общем, как-то так. Ну, вот, в принципе. Не доехали домой ровно 30 километров. Вот, по городу на Ивановку, 30 километров нам осталось. Там просто, ребята, вышли. В километрах пяти, наверное, ремонтировали за ровно. И вот мы поймали эту штуку. Ты как шахтер. Да, да, да. Вот так вот, народ, это было. Ну, и насколько я помню, налобный фонарь у меня вот этот тогда был. Феникс HL55. Ну, если я не ошибаюсь, то, по-моему, очень удобно, я вам скажу, когда налобный фонарь на голове. То есть, без проблем абсолютно можно заниматься своими делами. Руки у тебя свободны. Холодно, зима, мороз. Понимаете, да, пацаны стоят с фонариками, светят вот так вот, да. Ну, нормально, да, за неимением фонарика. Но, тем не менее, когда есть налобный фонарь, это намного удобнее. Вот данный фонарь. Чем хорош? Что вот я купил 4 батарейки. Давайте, кстати, мы сюда сейчас поставим одну. 4 батарейки. Срок годности данных батареек 7 лет. Купил. Вот так вот поставил батарейку сюда. И мне не нужно переживать. То есть, смотрите, какая ситуация. У аккумуляторов, хочешь ты этого, не хочешь, присутствует саморазряд. То есть, если мы зарядили аккумулятор на 100%, буквально через 2 недели он начинает прям хорошенько-хорошенько садиться. И через месяц-полтора в нем будет 50% его емкости. Понимаете, да? То есть, вы вроде как зарядили фонарь, зарядили аккумулятор, бросили его в машину. Особенно зимой, да, в мороз. Высаживается очень быстро. То есть, вы вроде как понимаете, что у вас всегда с собой есть фонарь, который вот с заряженным аккумулятором. И все хорошо должно быть. То есть, вам должно его хватить на час-полтора в максимальном режиме. Но на самом деле, вас ждет сюрприз, народ. Если вот данный аккумулятор вы зарядили, поездили с ним месяц-полтора, не используя его вообще, плюс этот месяц-полтора, возможно, был в зимнее время суток на морозе. Я вас хочу заверить, что вы будете очень удивлены, когда вы включите фонарь, он у вас проработает минут 10-15 и сдуется. Почему? Потому что саморазряд. Неприятный такой сюрприз. С батарейками такого не будет. И вот щелочные батарейки, они как бы не очень сильно подвержены воздействию температуры, атмосферных там осадков и всего остального. То есть, они работают, работают и еще раз работают. Вот в максимальном режиме гарантированно, да, до двух часов, давайте так округлим, нормально можно пользоваться фонарем. Или же в среднем режиме, я думаю, что вот с этими элементами питания, ну, 7 часов без проблем абсолютно в режиме 50 люмен проработает данный фонарь. В минимальном режиме, ну, страшно вообще называть такие цифры. То есть, это больше 100 часов однозначно, вы видели, да, что 14,5 часов с максимального режима потихоньку сам себя, скажем так, сбросил ниже, ниже, ниже. Ну, и как бы вот в минимальном режиме можно еще ночью в полной темноте нормально пользоваться фонарем. Я не скажу, что можно кататься там на велосипеде и так далее, да, но видно. То есть, в принципе, ну, что-то где-то около вот этого вот. Да, ну, может быть чуть-чуть поменьше яркость, но, тем не менее, вообще ночью, если нет бокового какого-то освещения, в принципе, можно фонарем еще пользоваться. То есть, ну, вот как-то так. То есть, вот я купил себе, забросил в бардачок и вообще как бы не переживаю. Чтобы вы понимали, вот так вот. Вот эта батарейка стоит 5-6 гривен в разных магазинах по-разному. Ну, примерно так, да, от 5 до 7 давайте даже так сделаем. Ну, потому что на ценке кто-то хочет заработать 20 копеек, кто-то хочет заработать 2 гривны 20 копеек. Вот от 5 до 7 гривен стоит вот эта батарейка. Ну, и вот эта батарейка стоит в разное время, опять же, по-разному. Ну, я где-то здесь хоточку делал в этом самом, скажите, ВТБ на кассе. Ну, вот она. То есть, в обычный день данная батарейка стоит 20 гривен фактически. По скидке она стоит, ну, типа, вроде как 10 гривен. То есть, 19 гривен за 2 штуки. Вот такого плана батарейки 19,90. Ну, то есть, грубо говоря, 10 гривен за штуку. А вообще, как бы, они стоят 39,90. Ну, вот такие скидки ВТБ почти, не почти, а супер, 50%. Ну, тем не менее, народ, вот, грубо говоря, 11 гривен, давайте так округлим. И, грубо говоря, вот 6 гривен, вот так вот. Разница невелика у них, да, но я думаю, что если бы вот этот элемент питания, когда стоял в фонарике, мы его до конца все-таки добили, то не 3 часа бы он проработал. Я думаю, часов в 5 или 6 бы, ну, часу на шестом, я думаю, что вот часу на шестом фонарь бы выключился. С этим элементом питания 14,5 часов и еще он работал. Ну, и теперь, народ, с новой батарейкой внутри, фонарь отправляется жить, куда бы вы думали? В карман, ну, не в карман курточки или карман брюк, в карман водительской двери. Ну, у меня там фактически такой, знаете, тревожный чемоданчик собран в водительской двери. Там есть предметы первой необходимости. Дело в том, что у меня отец когда-то при Союзе был военнослужащим. И у нас дома был такой тревожный чемоданчик, и вот в том тревожном чемоданчике тоже был фонарик и тоже с батарейками. Почему? Потому что, во-первых, а, аккумуляторы тогда были очень-очень большой редкостью, но, а, б, батарейки были в любом магазине. Поэтому фонарь там тоже был, ну, кроме наручников там и всего остального. И других предметов первой необходимости. Ну, просто я здесь работал на зоне и часто ездил в командировки, как это называется, в розыск. Белых зэков, собственно, возвращать на родину. В общем, народ, у меня в двери вот такой же типа тревожный чемоданчик, то есть предметы первой необходимости. И там у меня данный фонарь заменит другой фонарь, который там жил, собственно, до этого, но не такой удобный. То есть там теперь будет жить налобник, а жил до этого там на ключный фонарь. То есть вместе с связкой ключей у меня там жил танк Е-07, по-моему, как-то так. В общем, народ, на сегодня все. Вот такое было мое имхо по данному фонарю. Очень удобно, видите, кстати. Положил машину, и ты не переживаешь 7 лет, что у тебя там батарейка разрядилась, или аккумулятор, или на морозе что-то. Все нормально. То есть 7 лет я теперь буду спокоен. А если вот этих два элемента питания еще бросить в бардачок, то можно вообще лет на 15 успокоиться, что у вас всегда с собой будет свет в автомобиле. На сегодня все. Давайте. Пока-пока. Увидимся. Друзья, подписывайтесь на канал с Кимом Русланом. Вот этого дяди. Вот такой человек. Эй, не пожи, парни, ничего. Спасибо.